Давайте ваши первые впечатления от поединка, и потом пойдем по вопросам. Для меня результат ожидаем. Я как бы понимал и ждал именно этого результата в точности до того момента, как и произошло. Я сказал, что Махач финиширует Оливейру либо во втором, либо в третьем раунде. Все ребята спорили со мной, говорили, что Оливейра все-таки дорос до того уровня, что он может конкурировать с такими ребятами, как Махачев. Я все-таки так и не считаю. Оливейра очень крепкий, хороший парень. О нем я говорил три года назад, что он станет чемпионом UFC. Но до того момента, как он встретится либо с Хабивом, либо с Махачевым, либо с Царуканом, я уверен, что Оливейра всем проиграет. Сергей Владимирович, я вас хотел спросить о том, как они работали в стойке. Я посчитал, у них было три минуты в стойке. То есть, как вы думаете, Ислам дал ему какие-то шансы в стойке? Мог Оливейра в стойке сделать больше? Как вы вообще оцените их работу в стойке? Абсолютно. Я вообще не понял работы в стойке Оливейры. Во-первых, Ислам перебил его на стойке. Явно перебил на стойке все точные попадания, все акцентированные попадания. Все на стороне Ислама. Я даже не помню ни одного момента, где только у Сетки, когда у Оливейра получилось практически зайти за спину, там он с локтя один раз ударил. Я только не помню, попал он хорошо или нет. Просто момент был именно хороший, там можно было этот момент ему записать. А так, в целом, Махачев явно и перевел, и переборовывал. Любая завязка в стойке – это сразу же перевод в партнер. У Сетки единственный Оливейра, немножко меня удивил, физически очень сильный Оливейра. Мы же работали с Махачевым, мы знаем, что физически Махачев у Сетки очень хорошо переводит. И все равно ему было с Оливейрой достаточно тяжело в плане физики. Молодец, этим он, конечно, удивил. Но, опять же, броски в пользу Махачева, контроль в пользу Махачева, ударная техника в пользу Махачева. И, как я и говорил, явная доминация во всех аспектах. – Сергей Анатольевич, что Оливейра мог сделать больше в стойке и лучше? Вот вы сказали, вы его не поняли плана, что он мог сделать лучше в стойке? – Я считаю, что с Махачевым так не надо драться. С Махачевым нельзя просто так идти вперед, понимаете, без разведки, как в тайском боксе. С Махачевым надо немножко умнее, хитрее работать. Челнок надо делать, с линии атаки сбрасывать. Разносторонне нужно работать, так тупо просто переть нельзя. Вы видели, Махачев бьет левый прямо, правый сбоку. Очень хорошо акцентированно бьет. Он навстречу, на любое движение Оливейра он бил. Это стандарт, но он попадал им и один раз вообще уронил его. – Причем уронил правым боковым, да? Уронил же правым боковым. – Да, правым боковым как раз таки уронил. Левый прямо и правый сбоку. И, ну вот не знаю, у них нет работы там за ручку, они не зашагивают. Знаешь, как классика бокса. Они не идут в правильном направлении. Просто вот на правом как будто идет и хочет показать, что он там духовит, и он готов рубиться с ним. Но я считаю, что это вообще неправильное, ошибочное мнение, что так нужно делать. Потому что в рубке может проиграть и один, и второй. И я считаю, что бои нужно выигрывать по-другому. Их нужно изучать оппонента, к нему готовиться, специально под него готовиться. Не просто выйти и с ним рубиться. Блин, я не знаю, с Махачевым, что рубиться с Махачевым. Либо ты попадешь в Махачеву, либо Махачев будет к тебе. Ну и Махачев тоже. Видите, ни одного челнока не было сделано Оливейра. Ни одного челнока. Хотя бы дернуть, посмотреть, что. Он просто шел вперед и все, просто шел вперед. Я думаю, что он был настроен, настроен Оливейра, был настроен на хорошую рубку. Хотел просто продемонстрировать то, что он все-таки может доминировать над таким оппонентом, как Ислам. И я думаю, что он действительно в это верил сам. То первые их завязки, и то первого бартера, когда Ислам начал забивать, грузить. И вот единственный момент еще, который Оливейра хорошо создал, это вот выход на треугольник. Очень довольно плотный был выход на треугольник. Там он не застегнул его, просто он бедрами так плотно взял, что Ислам секунд десять оттуда выйти не мог. Даже не в треугольнике он был, а не в застегнутом. А вот ноги очень крепкие, цепкие такие у Оливейра. Там был шанс задушить? Сергей Александрович, там был шанс задушить у меня треугольником? Выйти, хотя бы обострить? Нет, обострить можно было. Он за голову потянул, но Ислам вовремя сконтрил. То есть в грэпплинге есть такой момент, что он нагрузил его и поднял корпус наверх. И залез туда второй рукой. Ну как бы это четко сработало. Что тут скажешь? Молодец, все грамотно сделано со стороны Махачева. На мой взгляд, вообще максимально грамотно все сделано. И вообще не могу понять, вот черный пояс по бразильскому джиу-джитсу, и треугольник, ручной треугольник, он не смог оттуда уйти. Оттуда есть несколько выходов. Люди, которые даже в грэпплинге не так глубоко разбираются, они эти выходы в принципе знают. Как Оливей раздался в этом удушающем сразу, не взял ногу там, не потянул. Ну там есть несколько выходов, их нужно не так рассказывать, а показывать. Я думаю, что и вы даже знаете, как тут уходить. Почему он даже не попробовал для меня вопрос, для меня загадка. Вот это, кстати, многие отметили, как быстро Ислам вышел на прием и задушил. Как вы думаете, почему? Потому что Оливейр был потрясен после удара или слишком такой физически сильный? Я думаю, что Оливейр в первую очередь, там совокупность факторов, что он был потрясен после удара, и все-таки он не ожидал такой пройти от Ислама. И все-таки ментально подломался. Он проигрывал Оливейр, он уже сдувался. Поэтому, мне кажется, он то ощущение опять вспомнил, когда он проигрывал, но и на этом фоне немножко сдал. Вот знаете, что меня удивило, Сергей Максимович, в первом раунде, как Оливейр встал? Я вспомнил, он первый после Армана, кто встал из-под него. Потому что ни Ордобер, ни Фукер, ни Грин, никто не вставал. Арман встал, и Оливейр. Вас удивило, что он встал в первом раунде из-под него? Я вам скажу, что из-под Махачева, из-под Хабиба можно вставать. Есть определенные технические элементы, которые в бразильском джиу-джитсу как раз-таки находятся. Вот Оливейра очень грамотно сделал. Он раскачал его. То есть он был в хавгарде, потом рукой зацепил вторую ногу, натянул на себя в одну сторону и потом в другую, и там встал. То есть создал дисбаланс. Когда ты можешь контролировать оппонента только тогда, когда у тебя есть плотность захвата. А когда тебя раскачивают в одну-вторую сторону, ты должен балансировать. То есть использовать свои рычаги для баланса. И вот он использовал свои рычаги для баланса, и именно поэтому потерял контролировать. Очень грамотно было сделано. Мне в этот момент тоже понравилось. Встал, встал, смог. Вот, кстати, у вас отпали мысли с Хабибом, потому что он тоже сказал, что больше всего Оливейра удивило тем, как крепко стоял на ногах в клинче. То есть то, что... Как вы думаете, то есть мы все ошибались в физике Оливейра? То есть он оказался сильнее, чем мы думали? Сильнее. Я думаю, что он поработал над этим моментом. Поработал. Вот особенно в последних двух боях видно было, что он набрал физически. Просто я почему-то думал, что с Исламом он не сможет это продемонстрировать, потому что Ислам физически для этого веса очень сильный и габаритный. То есть, ну, мы же работали с ним, Арман с ним работал. Я видел, что физически он был сильнее, чем Арман. А хотя Арман в этом весе физически очень крепкий парень. Но, видите, Оливейра справился с этой физикой, и у сетки не дал себя перевести. Даже внутренние зацепы, только фирменные, постоянные, он не дал сделать нормальное. Ну, как бы, молодец, молодец. Ну, что скажешь, чемпион Георгийский человек. Что же, что говорить? Это же тоже не просто так зарабатывается. Мы со своей стороны знаем, потому что мы уже дрались с Махачевым, но они не дрались с Махачевым, понимаете? Они не дрались и думали, что с Махачевым может так получиться. Но это было ошибочно. Это как вот Эдди Браво говорил о том, что Тони Фергюсон будет с Хабибом работать снизу. Ну, для меня это тоже было очень удивительно, потому что они нашего контроля не знают. Мы контролируем совсем по-другому. Как с нами снизу работать, я не могу понять. Сергей Анатольевич, как вы думаете, кто сильнее? Вот эта версия Ислама, которая победила сегодня Оливеру, или версия Хабиба, которая победила Петчер? Я, знаете, я думаю, что здесь тяжело сравнивать. Блин, так вот два чемпиона UFC, два парня из одного зала. Я не беру сравнивать. И не хочу давать никаких комментариев на этот счет. Почему? Потому что считаю их очень достойными, хорошими ребятами и с хорошим высоким уровнем. Поэтому, что Ислам, что Хабиб, я не могу сказать, кто из них слабее или кто из них лучше. Они оба, они просто немножко разные. Очень хорошие. Очень хорошие. Как вы думаете, где сейчас должен стоять Ислам в рейтинге pound for pound? Потому что Хабиб говорит, что Ислам лучше вообще. Как вы думаете, Ислам pound for pound лучше в Алкановске, скажем? Как вы считаете? В Алкановске, не знаю, мне кажется, В Алкановскому, блин, тяжело противостоять В Алкановскому. Я не могу сказать, лучше он или хуже, но они тоже разные. Тоже разные. Я думаю, что и Ислам тот, но по-своему они оба хороши. Я не могу сказать, что за одного, что за второго, что кто-то из них лучше. Оба хороши. Но я больше склоняюсь к Исламу. Почему? Потому что манера ведения боя у них похожа на нашу манеру. И мне она больше нравится. У Валкановски побольше шансов, чем у Оливейры против Ислама, потому что вот уже Дейна Уайт сказал, что в феврале не могут подраться. Ну не в феврале, там все. Я думаю, что с Валкановским будет то же самое, что с Оливейры. То же самое. Не потому, что он плохой боец, а потому что антропометрически он очень не подходит. Ему Ислам очень не подходит. И в физическом плане я думаю, что Ислам будет гораздо сильнее, чем с Валкановским. Тогда уже вопрос к вам, как к заинтересованному лицу. Кто может победить этого Махачева сейчас? Махачева сейчас в этом дивизионе вряд ли кто-то победит. Даже так? Вряд ли кто-то победит. На сегодняшний день вряд ли кто-то победит. Если, допустим, Арману за руки будут давать Ислама, то к нему надо минимум 6 месяцев готовиться. Вот чисто под Ислама готовиться, чисто под Левшу, под его борьбу. И в этом случае у Армана есть шанс, допустим, выиграть Ислам. Но если, допустим, взять 8 недель, как обычно, допустим, 8-7 недель за этот срок, я, допустим, не уверен в том, что он сможет составить хорошую конкуренцию и показать близкий поток. У Дамира Исмагулова, Рафаэля Физиева тоже шансов. У Дарюша. Дарюш сегодня выиграл Гамрота, кстати. Дарюш выиграл. Смотрите, я про Дарюшу сказал с тех пор, как Арман подрался с Гамротом. Я сказал, что если Дарюш сделает грамотные выводы из боя с Арманом, то он может победить Гамротом. Причем может победить его хорошо. Если он будет драться, как обычно он берется, мы сегодня увидели вообще другого Дарюша. Вы согласны же со мной? Да, другого. Совсем по-другому. Совсем по-другому. И видите, получилось им победить. Дарюш молодец. Я думаю, что бой Армана взял за основу и подготовился к Гамруту и смог все-таки показать явную доминацию над таким именитым оппонентом, как Гамруту. То есть Дарюш Ислама тоже не потянет? Даже такой преобразившийся? Я уверен, что нет. Я уверен, что нет. Но в этом дивизионе, я уверен, что никто не потянет. Если, я говорю, вот Арман за руки, он может. Но он может, если дать длительный срок подготовки. В прошлый раз мы на коротком уведомлении выходили. Вы же помните, за 20 дней нам сообщили. У него свадьба была в течение этих 20 дней. И так далее. Куча всяких моментов. Первый бой в UFC, первый бой на такой арене. И так далее. Сейчас абсолютно по-другому все. Он и опыта набрался, и возмужал. Я бы хотел, чтобы больше было срока. Чтобы знать, что мы туда идем, явно выигрывать. А не просто идем показать близкий бой. Понимаете? Как вы думаете, что дальше ждет Оливейро? Его уже все прочитали. Он будет падать? Или он задержится в топах и может еще выйти на тикле? Да нет, он задержится в топах. Однозначно. Я думаю, что он может и реванш взять потом в Махачеву. Но если он в реванше будет примерно так же работать, то примерно тот же результат он и получит опять. Но нет у них той работы. У него хороший тайский бокс, хороший джиу-джитсу. Но у них нет передвижения. Понимаете? У них нет чувства правильного дистанции. У них работа, не знаю, на мой взгляд, допустим, стойку и вольную борьбу. Им надо точить очень сильно для того, чтобы конкурировать с такими ребятами, как Ислам и Хабиб. Как сейчас Арман будет выглядеть? Подготовка Армана к поединку против Дамира Исмагулу. Вы вообще на связи? Где он сейчас? Как у него дела у Армана? Он сейчас находится в Таиланде. Мы приняли такое решение, что он будет готовиться в другом месте, потому что мы не знаем, что в России будет происходить и как будет происходить. Ему надо подраться в этом году. Сейчас подготовку проходит он с моим товарищем по тренерскому цеху, с другом Хакимом Шапиевым, участником Олимпиады по вольной борьбе. Там, в Таиланде, он пригласил Хакима, Хаким поехал помогать. Я, к сожалению или к счастью, не знаю, на сегодняшний день, я туда поехать не могу. Визы у вас нет по-прежнему, да, в Штаты? Да, я не готовлю его к этому году.